Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, как обещал, выкладываю видео по поводу Т-77. Сейчас абсолютно честно его обсудим, попытаемся различать несколько мифов. Данная машина есть в составе набора, который стоит 12,5 тысяч вместе с акулой. И данный ценник, ну, прям совсем сладкий, потому что в таком случае вы получаете две восьмерки за 6,250 за каждую из машин. Плюс к тому X5 на каждую из них, плюс легендарный внешний вид. Поэтому в составе набора действительно жирное предложение, вопросов нет. Что касается приобретения отдельно за 8,5, я считаю, что на Т-77 за голую машину это завышенный ценник. И это при том, что я ее покупал за 10, ну, какая разница, за сколько покупал, за сколько купил, за столько купил. Но был очень сильно расстроен, потому что ожидал я от него гораздо большего, чем он мне подарил. Для того, чтобы его обуздать, для того, чтобы понять, как на нем играть и давать результаты, мне понадобилось порядка 50 боев. Это действительно очень много, машина очень сложно реализуется, и я больше чем уверен, что не подойдет большинству новичков. Поэтому, ребят, если вы новичок в игре, обязательно досмотрите данное видео до конца. И посмотрите видео, ссылки на которые будут всплывать вот здесь сверху, и плюс будут добавлены в описании. Поверьте, вам стоит это видеть, для того, чтобы понимать, стоит ли вам приобретать данную машину. Сразу забегая наперед, так, чтобы в меня не летели помидоры и сразу скептикам заявить все, что я хочу, хотелось бы отметить следующее. Многие говорят, что Т-77 это Т-57 Heavy только на восьмом уровне. Нет, ребят, нифига, вранье это все. Самое, что ни на есть натуральное. Проблема заключается в том, что данная машина является полностью картонной, абсолютно неживучей, и время перезарядки магазина, грубо говоря, 20 секунд. А это действительно долго для него. Вот просто поверьте на слово, живучести у машины практически нет. Если вы посмотрите на суммарную альфу, которую вы закинете с одного барабана, то она составляет, ребят, 760 единиц, по 380 за выстрел на базовых снарядах. И дальше, ребят, вы уходите на 20 секунд на перезарядку. К чему я клоню? Я клоню к тому, что 760 единиц за два снаряда, Это даже не половина веса самого Т-77. А на восьмом уровне, ну, крайне мало есть машин, у которых есть запас прочности по ХП меньше тысячи, там, не знаю, 700-1600. Таким образом, получается, что вы с барабана нифига не наносите половину весом какой-либо восьмерки. Если вы возьмете Т-57 Хэви и откроете его характеристики, то вы увидите, что здесь совсем другое орудие. Да, здесь то же самое время перезарядки на 10-м левеле. Но при этом, ребят, обратите внимание, что у вас есть три снаряда, а не два, и с альфой в 400, которые суммарно вам дают, между прочим, 1200 единиц урона. И на 10-м уровне 1200 единиц урона с одного барабана, это половина запаса прочности машины. Средние машины, я имею ввиду не среднего танка, а среднестатистической машины на 10-м уровне. Таким образом, получается, что Т-57 Хэви действительно может нагибать на своем 10-м уровне, снося половину морды врагу просто с одного барабана, и да, потом уходить на такое же время перезарядки. Если вы обратите внимание на другие барабанные тачки у нас в игре на 8-м уровне, то посмотрите, пожалуйста, на характеристики по орудию у других барабанщиков тяжелых. Я взял, к примеру, несколько машин. Для начала возьмем М4 Йоу. У него 7 секунд перезарядки между снарядами. Это действительно очень много, но в то же время в нем есть хоть какая-то броня. 310 единиц альфы, которые с барабана вам позволяют закидывать 1240 единиц. Напомню, 760 у нашего героя. И здесь, ребят, время перезарядки магазина существенно меньше. Таким образом, да, безусловно, суммарно, если просуммировать здесь, ну, грубо говоря, там получается 14 секунд, и здесь 13 с копейками, то большее время перезарядки суммарное, точнее, время, за которое вы отбросите весь свой барабан и уйдете на перезарядку. Но все же накинете больше урона вашим соперникам. Окей, хорошо, может не совсем правильный пример, но давайте возьмем Сомуа СМ. Что говорит нам его орудие? Оно говорит о том, что здесь тоже есть 3 снаряда. Да, пускай 3 секунды перезарядка, а не 2,5 КККТ-77, но все же, ребят, 3 снаряда по 310, и того получается 930 единиц альфы и 24 секунды перезарядка. Всего лишь 4 секунды разница. Ну как, всего лишь, да, согласен, стоит немножечко дольше подождать, но опять-таки больше урона, и плюс опять-таки у Сомуа есть броня. Плюс к тому, ребят, есть у нас и Миль-1951, орудие которого, ну, действительно классное на своем уровне. У него тоже 310 единиц альфы, то есть получается суммарная альфа с одного барабана у нас будет 930, а у нашего героя 760, что, грубо говоря, там на 230 единиц меньше, если я правильно посчитал. Нет, неправильно, ну, короче, грубо говоря, 200, давайте будем округлять, так чтобы не вдаваться в калькуляторы. И время перезарядки среди снарядов в магазине тоже на полсекундочки дольше. Но поверьте, эту разницу вы не почувствуете абсолютно. А вот здесь, ребят, максимально приближенное время перезарядки магазина 21,5 секунда против 20 секунд у Т-77. И что самое интересное, что те машины, которые я отобрал, они имеют броню, и причем Миль-1951 уж точно хорошо отыгрывается от башни, с учетом его склонов брони и угла склонения орудия вниз. Т-77 от башни не отыгрывается абсолютно, потому что здесь полный картон везде. Вас везде пробивают, и где-то какие-то рандомные рикошеты, безусловно, у вас будут. Но все же, ребят, далеко не всегда, и как только вы попадаете под раздачу, вы будете отправляться в ангар. Так, именно ожидание какого-то чуда подтолкнуло меня к тому, чтобы в свое время потратить 10 косарей золота, приобрести себе данную машину, и я просто выпал в осадок тогда, когда снял видео с первыми боями на этой машине. Потом заснял еще одно видео после определенного количества боев, вроде бы как-то познав данную тачку, но только по истечению где-то полусотни боев я смог привыкнуть к Т-77 и плюс-минус научиться его реализовывать. Данная машина не является прям вот совсем полным, какое бы слово такое культурное подобрать, но, в общем, не является какахой, да? То есть это машина, которая требует определенного рода сноровки, вы должны уметь играть на полностью картонных машинах, вы должны представить себе, что вы на среднем танке с подвижностью тяжелого танка, который с барабаном всего лишь на два снаряда, которому ну прям совсем не хватает третьего. Почему его третьим снарядом не наделили, с учетом того, что суммарно он с барабана закидывает 760, я не знаю. Но серьезно, было бы гораздо интереснее, если бы ему все-таки альфы добавили на снаряд, либо хотя бы добавили тогда еще один снаряд с такой же альфой. Тогда машина действительно игралась бы немножко по-другому. Но в таком состоянии машина в большинстве своем страдалец. Кому машина однозначно подойдет? Машина подойдет тем ребятам, которые являются статистами, потому что действительно на данной машине вы можете делать хороший средний урон от боя к бою. Но при этом всем, ребят, вам необходимо помнить по поводу того, что весь ваш геймплей будет умещаться в одну и ту же простую задачу. Самая лучшая стратегия в нашей с вами игре это спрятаться в кустах и сделать так, чтобы вас не нашли и молиться, чтобы вас никто не обнаружил. Факт остается фактом. Машина абсолютно страдальческая в отношении отыгрывания от брони, но и, соответственно, ничего хорошего не сулит. Самый лучший геймплей на ней это выехать, откинуть два снаряда с барабана, нанести своих 700 с копейками единиц урона и благополучно на целых 20 секунд где-нибудь спрятаться для того, чтобы можно было еще раз выехать и еще раз в кого-нибудь пострелять. Я вот сейчас нахожусь на перезарядке, не усмел я кинуть снаряд в нашу акулу и таким образом я остался с одним снарядом в магазине, который мне, в принципе, что мертвому при парке. Поэтому порой приходится, ребят, принимать взвешенные решения, причем очень быстро в отношении того, выкатиться и докинуть еще один снаряд или этого не делать и все-таки уходить на полную перезарядку магазина. Не очень приятный геймплей, не очень веселая машина, ну и, честно говоря, именно вот эти вот постоянные шевеления извилинами, они очень сильно отвлекают от получения удовольствия от игрового процесса. Я вот сейчас опять с одним снарядом сейчас попытаюсь как-то подъехать к акуле, кинуть ей, вот такая вот к акуле-к акуле, и вот начинаем отказываться назад и уходить на наше долгое время перезарядки. Почему мне еще не нравится данная машина и к чему необходимо готовиться? Победа не зависит, в принципе, от вас. В основном, вот всю лямку победы в игре тянут ваши союзники. Если ваши союзники хорошо отыграли, как это сейчас происходит в нашем бою, то и вы, в принципе, победили. А вот если ваши союзники отыграли не очень хорошо, то, соответственно, ребят, вы проиграли. И мне такой геймплей не сильно заходит. Мне очень нравится акула тем, что от тебя действительно зависит исход боя. Мне очень нравится акула тем, что ты действительно можешь зарешать, даже если ты самостоятельно остался против двоих соперников. Там есть время перезарядки, там есть хорошая альфа, там есть много чего классного. Ну, в частности, допустим, подвижность, которая ничем не хуже, чем у Т-77. И плюс к тому, ребят, очень бодрая, хорошая броня, которая неплохо показывает себя, допустим, в игре от башни. Если ставить вопрос ребром и делать выбор между двумя этими машинами, то для начинающего игрока однозначный, однозначный правильный выбор является взять себе все-таки акулу. Потому что Т-77, ну, уж точно не для тех ребят, которые отыграли менее, там, не знаю, трех тысяч боев и не сильно хорошо уж тем более играют на барабанных машинах. Мне писали в комментариях под моими видео по поводу Т-77, по поводу того, что я просто не умею реализовывать барабанные танки. Ребят, но при этом всем. Я великолепно отыгрываю на Шкоде 27, у которой барабан на три снаряда. Я великолепно отыгрываю на ТВП и получаю массу удовольствия. Я шикарно чувствую себя, когда я играю на Эмиле 1951. Я вполне нормально играю на Эмиле втором проходном, который имеет обычный барабан и на нем тоже получаю удовлетворение от боев. Но на Т-77, даже по истечению многих десятков боев, которые я отыграл на данной машине, даже понимая, чего данная машина от меня хочет и что я должен делать для того, чтобы был успех, я все равно не кайфую на ней. Но нет в ней вот того, не знаю, какого-то адреналина, азарта, который я хотел бы получать. Да, есть адреналин в отношении того, что, блин, как бы мне под раздачу не попасть и выжить, но все-таки это немножко не тот адреналин, который я хотел бы получать, играя на танчике. Мне бы хотелось все-таки иметь возможность заехать, набить кому-нибудь хорошенько лицо в бою, в переносном смысле слова, накидать ему хорошенько урона и от этого получить удовлетворение. Но уж точно не от того, чтобы выехать из-за какого-нибудь здания, сделать в лучшем случае два выстрела, если мне повезет их отбросить и после этого благополучно спрятаться назад за дом, затихариться и в крысу отыгрывать периодически, когда все-таки перезарядка этого магазина закончилась. Не мой геймплей, абсолютно может кому-то такой заходит, как я уже сказал, это в первую очередь будет очень большая радость для статистов, потому что данная машина статистически действительно может хорошо накидывать урона и средний урон вы на ней будете держать, это однозначно. Но все же, ребят, это тяжелый танк и по моему скромному мнению, это мнение я высказывал и в предыдущих своих видео, тяжелый танк, он должен быть машиной для продавливания направления, он должен быть машиной для того, чтобы сдерживать направление, чтобы держать соперников в узде и чтобы никто никуда не вылазит. Чем он действительно хороший, в этом ему не откажешь, так это тем, что под конец боя, когда остается несколько недобитков и если они менее 350 единиц хпшки имеют, то вы действительно можете там ехать и чуть ли не с каждого своего выстрела закидывать урон и отправлять товарищей отдыхать в ангар. Но все же такие бои встречаются не так уж и часто. Такс, поехали на горку. Я так понимаю, что ребята сейчас должны были бы, в принципе, с этой горы спуститься вниз, не знаю, почему они этого не делают. Т-77, он скорее всего находится на перезарядке, вот броня этой машины, как вы видите, без какого-либо там точного сведения, без чего-то подобного, вполне спокойно можно пробивать. Сейчас рандомный рикошет просто от стыка на башне, но в основном туда влетает просто-таки мама не горюй. Вот такой вот он Т-77, подойдет данная машина однозначно не каждому в нашей игре и перед тем, как делать выбор в пользу Т-77, если вы собираетесь купить одну из машин, вам стоит все-таки довольно неплохо все взвешивать. В этом бою 2320 единиц урона, приблизительно с такими результатами я заканчиваю практически каждый бой на Т-77, но при этом всем, ребят, не знаю. Ну все равно, как-то немножечко не то. Борой как бы бывают просто моменты, когда ты зарываешься куда-нибудь в катку, в которой нет союзников, которые могут тебя грамотно поддержать, и ты уже не танк поддержки, а танк отхватывания, боль, страдания, слезы, сопли, ну и все остальное, что будет связано с безумным психологическим расстройством по результатам каточки. Брать или не брать, здесь определятся безусловно вам. Если вы готовы его себе купить, то будьте готовы к тому, что для того, чтобы он заиграл все-таки по возможности всеми красками своими, вам необходимо будет потратить достаточное количество времени, для того, чтобы понять, как грамотно на нем отыгрывать. Ну а грамотная игра на нем, это побольше прятаться и вылазить только тогда, когда у вас есть два снаряда в магазине, и прятаться, как только они у вас закончились. Вот такой геймплей, вот такой Т-77, если вы за честность автора, подписывайтесь, ребят, на канал, обязательно ставьте лайкосы, обязательно пишите комментарии и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь специально для вас и побежал снимать следующий видосик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.